Это каким? Это нормальный человек такой сделает? Нет, конечно. Неужели нельзя найти управу? Пострадавшая Татьяна еле сдерживает эмоции. Совсем недавно машина была на ходу, а уже сейчас стоит со сгоревшим двигателем во дворе дома на переулке Якорный 17А. От любимого автомобиля осталась лишь груда металла, которую можно сдавать в утиль. Все произошло вечером 5 октября. Серая Тойота загорелась около половины 11-го. На место оперативно приехали пожарные и потушили огонь. Однако машину это все равно не спасло, рассказывает женщина. Как предчувствие было, освободилось там место, думаю, перегоню, потом ключа не было. Только я зашла домой в течение 12 минут, слышу, бах, и уже машина загорелась. Вот эту машину тебе сдать только в утиль. В МВД подтвердили, машину действительно подожгли, но не только ее. Часом ранее в районе нефтебазы загорелся еще один автомобиль. Пострадавших нет, однако имущество восстановлению не подлежит. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. За последние два месяца это уже вторая машина, которую поджег подозреваемый. По словам очевидцев, он живет в доме на улице Симофорная, 321. К слову, в этом же доме находится участковый пункт полиции номер 2. Но правоохранительные органы около дома не помогают уберечь автомобили. Поджог произошел прямо напротив участка полиции. Очевидцы утверждают, поджигатель их сосед. Живет мужчина совсем рядом и уже не в первый раз фигурирует в делах о поджоге. Вот он сидел по этой статье по поджогу, 4 года ему давали, он отсидел этот срок. И все равно он живет. Все говорят на него, все, ну больше некому. Конечно, неприятно, что живешь в ожидании, что мало ли твою подожгут машину. Вот как-то так неприятно. И ничего не могут с этим сделать. То есть знаем, понимаем, кто это делает, товарищ с пятиэтажки. Мы поднялись к подозреваемому в квартиру. Дома его не оказалось. Там находилась только мать мужчины. Однако она комментировать ситуацию отказалась. Это телекомпания ТВК. Хотели бы у вас кое-что спросить. Не дадите нам комментарии? И это не единичный случай в этих краях. По словам жителей, здесь и ранее тушили новый РАВ-4. А в 2016 году МЧС приезжали трижды. Эти поджоги с мужчиной пока не связали. На подозреваемого завели только два уголовных дела, рассказали в полиции. В Кировском районе 5 октября было совершено два поджога автомобилей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. По части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России. Это уничтожение или повреждение чужого имущества. По данному уголовному делу был задержан фигурант. Это мужчина, ранее судимый, 1991 года рождения. Сейчас красноярцы живут в страхе и ожидании нового поджога. Говорят, коснуться такое может каждого. Остается только надеяться, что чья-то машина не станет следующей. Екатерина Черных, Анастасия Масленникова, Новости ТВК.